представляете какая боль я только что записала видео оказалось что я не включила микрофон ну ладно привет мир очень рада тебя видеть недавно ксюша сникет передала мне тег который называется 12 книжных подвигов очень крутой тег который создала леночка с канала once upon a time тег реально крутой и первый раз когда я его увидела хотела его сразу же снять но тут представился случай и ксюша мне как раз его передала так что деваться некуда если вам интересно продолжайте смотреть первый подвиг немейский лев книга которую хотелось задушить в любовных объятиях здесь у меня не возникло никаких сомнений и хоть эту книгу я еще не читала в любовных объятиях я уже успела задушить ее причем несколько раз и эта детская книга антоний бает вот именно эту книгу я буду помнить просто всегда и то как она у меня появилась дело в том что это подарок от моей зрительницы лены я просто до пор ей очень благодарна дело в том что эта книга редкая и даже не найдешь сейчас толком бает в таком издании только если плясать с бубном может быть это не факт что выйдет а тут просто лена можно сказать просто подарила мне ее это просто какой-то шок кстати о книге это очень большая семейная сага рассказывающая о времени предшествующим первой мировой здесь дети искусство все прекрасно все как бает очень интеллектуально совершенно чудеснейшая книга и и я пробовала читать надкусывала первую главу и рассказывала вам о своем первом впечатлении не знаю когда до нее доберусь но наверное это будет апогей моего знакомства с бает потому что вот после девушку саду которая прочла недавно я прочту обладать а потом уже возьмусь за детскую книгу второй подвиг лирнийская гидра змея у девяти головах книга с которой долго боролась и поборола наконец-то здесь я не буду оригинальной не буду исключением для меня этой книгой станет улиц джеймса джойса и причины этому две во первых потому что все мы знаем что такое улиц и что это не просто читать кому бы то ни было и второе я с чего-то взяла в начале своей читательской деятельности активной что мне нужно прочесть улиц и вот читала его полтора месяца это было действительно сложно воистину это была целая борьба самой настоящей с собой с книгой с языком с литературой в попытке познать что это такое вообще для чего это естественно толком я ничего не поняла но я помню свои смешанные положительные чувства когда я закрыла эту книгу однажды я обязательно перечитаю но вот правда когда я буду к этому готова неизвестно следующий подвиг киринейская лань книга преследующая повсюду здесь я отвечу двумя способами на этот вопрос первых книга которую я еще не читала и это будет скорее не книга а автор джонатан франзен дело в том что в последнее время все вокруг ее читают в моем по крайней мере инфополе один блогер второй блогер третий мне об этом рассказывает человек и потом я иду в книжный магазин и на меня сполок смотрит его свобода роман его по свобода или безгрешность это несмотря на то что вообще-то книги франзена сейчас достаточно большая редкость и как бы поправки так вообще черт найдешь страшное дело франзен просто со всех сторон на меня выпрыгивает и так знаете очень навязчиво указывает на то что надо бы почитать а вторая книга которая меня преследует и кто на меня давно смотрит те знают что это потрясающие благоволительницы джонатана литтла и так странно преследует а дело в том что благоволительницы это отсылка на древнегреческих богинь мести ириний которые преследуют преступника совершившего проступок и вот это его такое наказание они его там терзают его душу и вот эта книга преследует меня как эти злосчастные ириний для тех кто не знаком с этим талмудом это очень большой роман о второй мировой войне особенность его заключается в том что повествование ведется от лица офицера сс максимилиана ауэ это как бы отрицательный персонаж и вот здесь вся военная кухня скажем так вот линия фронта страшнейшие события в мелочах изнутри которые происходили в бабьем яре а вот это вас весь восточный фронт что там происходило причем это с той стороны со стороны фашистской нацистской германии и это очень страшно и это очень мерзкая книга очень плотская книга здесь очень много материальных подробностей но несмотря на все это несмотря на то что книга тяжелючая мерзотная это очень философская книга это воистину философский роман потому что здесь о природе зла о том что такое человек как человек может выродиться в нечто что человеком назвать нельзя как что происходит с людьми на войне как быстро устрашающе быстро люди привыкают к творящемуся вокруг них ужасу как они с этим борются противостоят ему или сдаются и просто не могут бороться и вообще с самого начала были не способны как приспосабливаются люди жить вообще в этой среде это тяжело страшно но это очень мозготропительный роман так что если вы смельчак если вы не боитесь плотских подробностей если вы способны абстрагироваться от происходящего и смотреть оценивать более трезво не пропуская через себя если вам хочется какой-то мозга дробилки потому что здесь под постмодернистский роман и зуба дробилки в плане моральном то вот читайте благоволительниц кстати на них я снимала читательский дневник ссылка будет в описании под видео римановский вепрь или кабан книга с которой можно пересидеть всю зиму здесь наверное можно назвать любую вашу самую любимую книгу которую можно перечитывать бесконечно в моем случае это братья карамазовы но про них я уже вам сто раз рассказала и к тому же декабря я буду читать мы еще не поговорим а здесь я назову сагу о форсайтах джона голсорси во первых потому что это нереально здоровейший цикл английских романов огромная семейная сага во вторых потому что английская классика по обыкновению весьма неспешно и очень большая вероятность того что с этой книгой вы точно сможете просидеть всю зиму в моем случае я как раз таки эту сагу читала все от начала до конца включая вот последние три книги называется конец главы это как бы дополнение к основной саги и и интер людям я читала как раз в зимние месяцы и по моему вот все три зимних месяца заняло у меня чтение всей саги это очень много книг зашла в заметки чтобы рассказать вам о своих полюбившихся книгах из всей саги мне очень нравится 1 собственник естественно потому что эта книга открывает сагу мне очень понравилась белая обезьяна ближе к концу цикла лебединая песня и я бесконечно влюблена в конец главы вот эти в эти три книги девушка ждет пустыня в цвету и на другой берег там могут быть другие названия в зависимости от перевода но я очень люблю этот конец головы вообще сага форсайтах это очень теплые воспоминания я с этими героями вместе с ними жила их жизнями очень крутая история если вы любите английскую классику если вы интересуетесь литературой то вы сто процентов должны попробовать потому что это нечто очень большое и очень важное для литературы если вы читали то конечно же поделитесь впечатлениями в комментариях стимфолийские птицы страшный шум трещоток книга о которой очень много слышал может быть даже слышал спойлеры и перехотел читать и честно говоря когда вот я например хочу какую-то книгу читать потом узнаю о ней что-то побольше слышу рецензии и вдруг понимаю что эта книга не может мне понравиться по определенным причинам я просто сразу забываю существование она не попадает ни в какие списки и конечно же я даже и не вспомню единственная книга которая смогла вспомнить здесь это кейт elizabeth рассел моя темная ванесса книга которая недавно прогремела книга которая вызвала просто шквал разных эмоций я наверное благодарна этой книге за то что она как бы подтолкнула меня на чтение лолиты в итоге мне очень книга это понравилось но вот мою темную ванессу читать они хочу а мне я настолько они наслышаны я знаю что там внутри и это то что внутри меня не слишком в итоге заинтересовала а в геевы конюшни неприятная книга от которой сразу избавилась вы знаете художественной книги такой у меня нет может быть потому что я не читаю заранее неприятные книги как бы я стараюсь тщательно выбирать то что мне понравится и прям таких неприятных которые сразу же хочется выбросить у меня нет наверное я не так много еще слишком прочла но чаще всего вот этот разряд мне кажется мы уже могут попадать книги нонфикшен и вот в начале этого года я избавилась от одной книги она называется уверенность в себе автор чамара примузи как-то через дефис пишется его фамилия я прикреплю обложку это была настолько скучная книга я думала там будет что-то про то как человек себя чувствует связи с миром связь с обществом а в итоге это человек который писал о том что постоянно оправдывал какую-то лень праздность человек оправдывал то что человек не хочет приложить какие-то усилия для того чтобы стать лучше в общем очень странная книга я отнесла ее в шкаф буккроссинга и через неделю книга пропала я надеюсь что человек который в итоге взял эту малышку он порадовался и книга помогла ему может быть в определенный жизненный момент и очень понравилось и счастлива как говорится седьмой подвиг критский бык укротить одной рукой книгу которую прочла за один присест или за один вечер здесь я назову недавно прочитанную умную книжицу совершенно прекрасную это берн харчлинг и его чтец мы с вами читали его в пятый день моей недели чтения и эта книга во первых я ее прочла быстро потому что она совершеннейшая малышка а во вторых потому что она на интересующую меня тему это снова войне снова концентрационных лагерях здесь не совсем об этом здесь еще и можно сказать любовный роман здесь отношения между взрослой женщиной и молодым мальчиком эта книга о проблемах второго поколения точнее о том как они осознавали то что произошло и то что происходит о людях живших в послевоенные годы несмотря на то что книга очень скоростная очень быстрая очень маленькая она содержит в себе столько философских вопросов которые перед вами ставит автор да может быть суховатый язык да там эта книга не претендует на какую-то вычурность но вопросы вот эти семена которые книги сеет вашей голове это очень интересно если вы еще не видели мою неделю чтения здесь в подсказке будет ссылка ссылка будет в описании под видео на весь плейлист очень крутые влоги получились если вам не хватает летних вайбов если вы скучаете по летнему времени то вот проходите смотрите вернетесь в это зеленое солнечное время и там кстати вот в пятый как раз таки день я читаю эту книгу и там очень подробные прочтения сродни читательскому дневнику можете посмотреть и принять решение о том нравится вам эта книга или нет но если вы любите военные истории и скоростные очень реалистичные такие острые то вот не проходите мимо кони диамеда книга о диком и сильном персонаже честно говоря этот вопрос поставил меня в такой тупик потому что я как-то не могу припомнить из последнего прочитанного чтобы у меня там был какой-то дикий персонаж сильный единственное все приходит в голову какие-то шутки единственное более-менее подходящее это моби дик или белый кит германа мелвилла но в принципе самого белого кита можно считать за персонажа причем вполне себе дикого и очень даже сильного его никто победить по крайней мере не смог даже ахав который отправил капитан судно пикот который отправился на охоту непосредственно за этим белым китом чтобы отомстить ему за то что тот отхватил у него в один из походов ногу многие ругают этот роман за то что он очень большой что он очень скучно написан что там эти бесконечные классификации китов устаревшие причем кому это вообще интересно что там непонятно какое-то смешение форм что это просто невозможно читать это самая худшая книга которую они в жизни читали я с этим конечно же не согласна категорически во-первых герман мелвилл пишет очень смешно моби дик это смешная книга если вы не хотите сразу браться за его большой роман в можете взять какую-то его малую форму рассказы где он упражняется в писательском искусстве и посмотрите и увидите насколько на самом деле он весело пишет и поверьте моби дик написан точно так же весело во вторых это просто если вы интересуетесь опять же литературой это прям такой краеугольный камень очень большой интересный американский роман с точки зрения формы с точки зрения того как мелвилл доносит основную мысль там есть библейские мотивы какие-то философские религиозные на самом деле очень хорошая книга и вам может быть скучно на вот этих кусочках где описывается китобойный промысел но как бы книга о китобоях это правда о том что такое кит из чего он состоит как происходила охота чем охотились на чем охотились как охотились наверное если вы очень ярый зоозащитник вам не слишком понравится потому что там описывается туши кита например но я искренне считаю что это хороший роман и мне кажется что каждый интересующийся литературой должен с ним познакомиться еще мне только что пришло в голову что под этот пункт круто подошла бы книга странная история доктора джекила мистера хайда стивенсона потому что вот мистер хает вполне может себе сойти за дикого и сильного персонажа вот это вот альтер-эго доктора джекила как вы считаете пояс ипполиты книга очаровавшая слогом наверное здесь было бы честно назвать лолиту набокова ну или вообще любой роман набокова потому что мне очень нравится как он пишет очень нравится то как он складывает слова в предложение вот эти все витиеватые виньетки это очень красиво мне нравится и прямо отдыхает душа радуется глаз когда я читаю его строчки но давайте здесь расскажу о книге который мало рассказывала и давно не говорила это некоторые вопросы теории катастроф мариша песо это вот одна из немногих книг вот у меня здесь отмечены стикерами места которые я открываю просто чтобы прочесть отрывок ради красоты слога настолько образно она выражается настолько во мне это откликалась я даже не могу объяснить почему вот просто нравится и мне все равно что многим эта книга не нравится и в принципе мариша песо не нравится мне все равно что там какие-то нереалистичные сюжетные повороты. Мне все равно, что в конце там рояль в кустах. Мне на это все равно. Только как это написано, это украло мое сердце, Мариша Песл. Если говорить о сюжете, то здесь американский роман про то, как дочь путешествует с отцом. Они бесконечно переезжают из штата в штат, с места на место. Она никогда в школе долго не задерживается. Но тут они останавливаются в небольшом городке, и вот они там живут дольше обычного, и что-то там с ними происходит. На самом деле здесь есть загадка, вроде как трейлер, или какой-то детектив. Я не слишком разбираюсь в этих жанрах, но, в общем, загадка дается в начале, и в конце книги вы узнаете, что там на самом деле случилось. Ой, ну как это написано, прекрасно. Возможно, там какие-то сюжетные повороты не такие, но мне все равно. Если вы читали уже этот роман Мариши Песл, то я буду очень ждать внизу ваших комментариев, как вам концовка, реалистично или это действительно рояль в кустах, как вам текст Мариши Песл, читали ли вы у нее что-то еще. Мне будет очень интересно это с вами обсудить. Баки Гериона за книгами какой серии приходится постоянно гоняться? Честно говоря, я не то, чтобы любитель гоняться, я не то, чтобы гоняюсь за книгами. В последнее время так вообще. Вот есть какие-то книги, которые я хочу купить, или которые хочу поискать. Я вот их специально не ищу, они меня как-то сами находят, и я, в принципе, очень рада этому факту. Но, опять же, благодаря моей подписчице Лене, я нашла вот эту книгу, которую искала совершенно очень активным образом. Это Музей моих тайн Кейт Аткинсон. Я нашла эту книгу на Анхоле у Кати Лимонки. Я просто просадила такую закономерность, заметила, что вот именно в этой серии с цветными срезами у азбуки очень много книг, которые мне очень хочется. Это, кажется, азбука бестселлер, и вот поэтому я сейчас на эти книги охочусь. Есть еще Аткинсон в таких изданиях, которые мне хочется собрать еще парочка книг. Я всегда, всегда теперь обращаю внимание в оффлайн-магазинах на вот такие цветные срезы, потому что там книги, которые мне надо. Ну и, конечно же, я до сих пор гоняюсь за Антонией Байт. Детская книга у меня есть. Еще Чудеса и фантазии, и Призраки и художники. Это сборники вроде ее малых форм, вроде рассказов. Очень хочется мне их себе в коллекцию, но я почему-то никак не могу поймать. Хочется именно вот в этом оформлении. Оно мне очень-очень нравится. Если вы знаете, где найти, поделитесь, пожалуйста, контактиками. Одиннадцатый подвиг. Яблоки Геспирит. Книга, обманувшая ожидания. С вашего позволения, я оставлю этот вопрос без ответа, потому что в последнее время я подхожу без каких-то ожиданий к книгам. Вот, например, я вообще не люблю читать аннотации, иногда вообще не знаю, о чем книга, толком. Естественно, никаких ожиданий нет. Либо, например, я знаю, что вот этому человеку книга нравится, вот этому нет. И мне эта книга может понравиться вот по этой причине, а не понравится вот по этой. И я ничего не жду, потому что знаю, что в моем случае 100% может быть совершенно иначе. Поэтому просто есть книга, я от нее ничего не жду, читаю, и она мне нравится или не нравится. Или нравится, но с условиями. Вот как-то так. Поэтому на этот вопрос ответить мне нечего. Последний, 12-й подвиг. Цербер. Книга, которую хочется вывести из книжного подземелья. И это тоже сложный вопрос, потому что я не читаю каких-то суперэксклюзивных книг. Наверное, нет. Но здесь мне хочется поговорить о книгах, о которых все знают, но мало рассказывают, по крайней мере, на Букутюбе. Это любая книга русской классики. Ну, допустим, кроме Толстого, Достоевского, Гоголя и, пожалуй, Булгакова. О них часто говорят, их достаточно часто читают. Несправедливо мало говорят о Куприне, о его каких-то малых формах, о гранатовом браслете, о чудесной истории любви, всепрощающей, всепоглощающей, о чистом чувстве, отличном от того, что мы привыкли читать в других современных книгах. Или, например, Раковый корпус Солженицына. Да, Солженицын непростой писатель, и эта книга тоже непростая. Но книга, после которой хочется жить, книга, после которой ты по-другому смотришь на жизнь, это хорошая книга, а очень важный роман для своего времени, что делать, Чернышевского, книга, которая вызвала такой бунт, такие всплески эмоций в книжном мире литературном, и столько было осуждающих Чернышевского, за эти его взгляды. Это вообще такой очень важный пазл во всей огромной картине нашей русской литературы. Почему об этом никто не рассказывает, хотя книга на самом деле забавная. Ну и вообще, если говорить прямо о подземелье конкретном, то уже однажды я рассказывала об этих произведениях на своем канале в подборке книги, из-за которых я полюбила читать. Это «Хмель» Алексея Черкасова. Это первая книга из трилогии «Сказания о людях тайги». Очень большая семейная сага о российской глубинке. Очень большой временной период охватывает о каком-то вере и неверии в народе. История о том, что происходит, когда гражданская реальность сталкивается с религиозными представлениями. Вот обо всех вот этих противоречиях. Это интересно. Это о русском человеке, о российской глубинке, о русской душе. Если вы любите что-нибудь этакое, если вы давненько не читали чего-нибудь такого непопулярного, русского, интересного, то попробуйте «Хмель». По крайней мере, первую часть. Мне кажется, это может быть интересно. Наверняка я не вспомнила еще какую-нибудь прекрасную книгу или даже несколько. Наверняка есть еще масса книг, о которых я не знаю, и поэтому не могу сказать. Так что мне будет интересно, если внизу каждый из вас напишет книгу, которая, по вашему мнению, была незаслуженно покрыта пылью, незаслуженно забыта. Давайте сорвем этот пыльный полок и расскажем всему миру об этих книгах и почитаем их сами. Я думаю, что моим другим подписчикам и зрителям будет максимально интересно почитать про эти таинственные книги. Ну что ж, ребята, на этом все. Я совершила 12 книжных подвигов. Такая вся вдохновленная книгой Стивена Фрая мифы. И теперь очень хочется прочесть героев, где бы только найти время. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще нет. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Это все каналу будет очень полезно. Вы же знаете, а мне максимально приятно. Как обычно, желаю вам самого солнечного, самого прекрасного настроения, самых теплых осенних дней. Не болейте, не грустите и не скучайте. До встречи в следующем ролике. Пока.